Если говорить о молекулярных маркерах, то, соответственно, я попытался сделать обзор. Понятно, что онкоурология – это набор разных заболеваний, по сути дела, но я постарался сделать такой обзорный представление, что здесь нового, какие тенденции. Но вообще, если обобщать, если мы говорим о молекулярных маркерах и о перспективах их применения как для разработки новых методов лечения, так и для диагностики, то все-таки самое главное событие, по крайней мере, в этом тысячелетии, скажем так, это появление так называемой технологии секвенирования нового поколения. И так или иначе, практически все новое, что возникает сейчас, прямо или косвенно связано с появлением секвенирования нового поколения. Что такое секвенирование нового поколения? Секвенирование – это прочтение нуклеотидной последовательности. Секвенирование нового поколения – это тоже прочтение нуклеотидной последовательности, но делается это настолько мощно, при помощи таких мощных технологий, что за несколько дней можно прочитать полностью геном человека или геном опухоли. Это миллиарды пар оснований. Здесь принципиальное отличие с обычным секвенированием, потому что если вы берете обычного человека, который работает с обычным аппаратом для секвенирования, то эффективность подобного прочтения, в лучшем случае, несколько тысяч нуклеотидов за несколько дней. А когда мы говорим о геноме, то это несколько миллиардов нуклеотидов. Соответственно, разница у нас в миллион раз. Это принципиально. На самом-то деле мы с этим будем сталкиваться как обыватели, потому что, по-видимому, каждый из нас, увы, несет 8-12 патогенных мутаций. Сами по себе эти патогенные мутации редко, но могут проявляться. Но самое главное, чтобы эти мутации, которые часто не проявляются, не встретились у ребенка. Поэтому, если мы говорим о консультировании будущих родителей, по-видимому, это станет более-менее стандартным. Равно как, допустим, такие вещи, как это будет потом, гены наследственного рака, они же поздно проявляются. И, по-видимому, вообще, по крайней мере, по прогнозам, к 2025 году ожидается, что миллиард человек на Земле будет подвергнут полногеномному секвенированию на уровне наследствия предрасположенности. Если мы говорим об анализе опухолей, то речь идет о выборе терапии, в первую очередь. А почему у нас слайды исчезли? Я что-то нажал или вы что-то нажали? Спасибо. Значит, как это делается? Ну, в идеале бы иметь такой аппарат, который от начала до конца возьмет и все прочитает, любую последовательность. Так пока сделать не очень удается. Что ухитряются делать ученые? Они берут последовательность ДНК и читают случайные участки, бесконечное число раз. Посмотрите, вот эти участки, они случайные, вот они. Но если сделать бесконечное количество прочтений, то потом компьютер ухитряется эти фрагменты сопоставить и из вот этой мозаики воссоздать единое целое. Здесь на самом-то деле сам компьютерный интеллект, он поражает воображение, потому что вот подобные аппараты, которые этим занимаются, это ничего общего не имеет с персональным компьютером. Это аппараты, которые многократно более эффективны. Что можно достичь за счет секвенирования нового поколения? Во-первых, это мы берем любого пациента и понимаем, какие у него мутации в опухоли, а мутация – это маркер, это якорь, за который можно зацепиться. А во-вторых, за счет того, что технология позволяет одну и ту же последовательность прочесть неограниченное количество раз, у нас бесконечная чувствительность. Ну, представим, допустим, что у нас одна клетка присутствует в окружении, опухолевая присутствует в окружении 10 тысяч нормальных. Существующие методы эту клетку выявить не могут. А если вы берете секвенирование нового поколения, вы можете программно задать, сколько прочтений – 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, это не столь важно, то рано или поздно вы эту мутированную клетку найдете. В этом принцип метода. И посмотрите, что сейчас делают. Таких работ много. Я потом бегу на секцию меланом, и там я буду рассказывать только то же самое, только название поменяется вместо уротелиальных опухолей меланом. Это более или менее стандартные процедуры. Вот у вас пациент. В данном случае, неважно с каким раком, но в данном случае раком уротелиальным. Выберите у него опухоль, если она вам доступна. Можете, конечно, и плазму взять, но лучше опухоль. Скорее всего, это биопсийный материал. Вы при помощи секвенирования нового поколения изучайте, какие у этого пациента мутации. Это будут, как правило, 8, 10, 20 мутаций. Их исчислимое количество, несколько их будет. Они индивидуальные, они у каждого пациента разные. А дальше вы специально для этих мутаций делаете технологию, которая называется ультраглубокое секвенирование. Что это означает? Вот те участки, где действительно есть мутации, вы читаете бесконечное количество раз. На самом деле это 10 тысяч раз, это очень много. И в чем идея? Что весь геном вы прочитать 10 тысяч раз не можете, это мощность невозможная. А вот отдельные участки можете. И таким образом в плазме, в кровотоке, вы можете выявлять признаки присутствия опухолевых клеток, циркулирующей опухолевой ДНК. Значит, здесь идея какая? Достаточно тривиальная. Ну, во-первых, речь идет о неодевантной терапии операции. Если после неодевантной терапии операции мутированная ДНК, то есть опухолевая ДНК, из кровотока исчезла, это хороший прогноз. Если не исчезла, это плохой прогноз. Второе. Я не очень понимаю, что это дает клинический, честно говоря, но все эти методы, они позиционируются так, что они на несколько месяцев раньше позволяют диагностировать рецидив. Почему я говорю, что не понимаю клинический? Потому что ранняя диагностика рецидива или ранняя диагностика метастазирования, это еще не говорит о том, что мы сможем лучше лечить пациента. То есть на самом-то деле вот эта ранняя диагностика диссеминации заболевания, она не всегда дает очевидные клинические преимущества. Но то, что вот эти методы в целом, они обладают более высокой чувствительностью и способны раньше предсказывать прогрессирование заболевания по сравнению со стандартными методами, это более или менее воспроизводимые данные. Еще раз говорю, насколько это все будет востребовано практической медициной, сложно прогнозировать, потому что пока это скорее демонстрация возможности метода. Ну, посмотрим. Мы за счет того, что у меня такая тема молекулярные маркеры, будем сейчас прыгать от одной локализации к другой, но я думаю, что это примерно то, что от меня ожидали. Есть такая очень редкая категория опухолей, которая характерна в основном для карцином толстой кишки, реже эндометрия. Это абсолютно отдельная категория опухолей, которая развивается по механизму микросателлитной нестабильности. Почему такое название? В 70-х годах, когда появились первые нуклеотидные последовательности генома, находили странные участки, которые повторяющиеся были фрагменты. Так как их функция была непонятна, их назвали сателлиты. Ну, что-то малосущественное. А когда вот шаг этого сателлита маленький, ну, например, один нуклеотид, как здесь, их назвали микросателлиты. Теперь посмотрите, можете вот здесь аденины, можете посчитать, сколько здесь аденинов? Я не могу, я ошибусь. И полимераза не может. ДНК полимераза при удвоении ДНК часто здесь ошибается. Поэтому получается, что существуют специальные системы репарации ДНК, ремонта ДНК, которые восстанавливают вот эти последовательности. Очень редкие категории опухолей развиваются по механизму, когда нарушен механизм репарации ДНК в микросателлитах. Этот феномен называется микросателлитной нестабильностью. Это несколько процентов карцином толстой кишки. И оказалось, что это же явление характерно для ракопростаты. Почему я об этом говорю? Потому что в этих опухолях в 100 раз больше мутаций, чем в обычных опухолях. И поэтому они во столько же число раз более иммуногенные. Если для обычного ракопростаты назначать современную иммунотерапию препарата никакого смысла нет, то для микросателлитной нестабильности это официальное зарегистрированное показание, в том числе и у нас в стране. И если верить этой работе, я не знаю, мы своего опыта не имеем, то если мы имеем дело с метастатическим раком простаты, есть резон сделать тест на микросателлитную нестабильность. 3% шансов ее обнаружить. Потому что если она будет, то будет эффект от иммунотерапии. Совершенно неожиданно, согласитесь. Третий момент. На самом-то деле известно, что какая-то пропорция опухолей и простаты связана с наследственностью. В основном это мутации в генах репарация ДНК. И вот еще один пример, таких работ несколько, которая говорит о чистоте. Посмотрите, вот у нас всего 419 пациентов. И в частности, те мутации, которые значимы, назначены МЭИ-БРК-2 и, пожалуй, еще ПАЛЬП-2. Их очень мало на самом-то деле в случайных выборках, даже за границей. Я потом прокомментирую, почему говорю даже за границей. Что характерно для этих опухолей? Они более агрессивно текут, чем обычные раком простаты. Ну, это все и течение, и морфологическая визуализация. Для них характерен более молодой возраст. И самое главное, они отвечают на платиносодержащую терапию. А если верить этой работе, то они еще и имеют меньше шанса ответить на токсаны. Тут, конечно, ситуация сложная. Потому что на самом-то деле, если мы говорим о реальной ситуации, то в чем проблема? Почему люди делятся на нации? Люди делятся на нации, потому что у каждой нации свои прародители. И получается, что так у нас устроена славянская нация. Про другие ничего не могу сказать. Это украинцы, белорусы, русские, славяне. Что их прародители имели довольно большое количество мутаций в генах БРК-1. Это ген рак молочной железы яичника. А очень похожий ген БРК-2. У нас таких прародителей не было. Поэтому у нас на самом-то деле мутация БРК-2 – это, честно говоря, редкость. Второй момент. Там очень сложный тест, потому что там нет повторяющихся мутаций. И получается, что это очень такой дорогостоящий тяжелый анализ. Исключение составляют пациенты еврейского происхождения. Там как раз одна единственная мутация. Если вы видите пациента еврейского происхождения, проще сделать ПЦР-тест, чем думать, нужен ли он. Ради чего все это делается? Дело в том, что именно у БРК-ассоциированных опухолепростаты очень элегантный механизм возникновения. Вот посмотрите. Это унаследованная мутация. Она присутствует в каждой клетке организма. А вот так возникает вторая мутация. Это уже в опухоли. Получается, что в опухоли полностью инактивирован ген БРК-2. То есть полностью инактивирована один из модулей системы репарации ДНК. Это позволяет сложную проблему решить простыми способами. Подобные опухоли очень чувствительны к цисплатину. Дешевый препарат, который, согласитесь, никогда для лечения ракопростаты вы применять не будете. У нас собственный опыт пациента с раком простаты. Я одного пациента видел, который имел мутацию БРК-2. Но, правда, лечили его не от ракопростаты, а от рака поджелудочной железы. Лечили его не цисплатином, а метамицином. И в ответ на метамицин, да, действительно, маркер падал. Но дело в том, что там рак поджелудочной железы, он представлял куда большую опасность, чем рак простаты. Но так или иначе на фоне лечения ПСА, простатический антиген, это падал. Ну, так сказать, мы пытаемся подобных больных искать, но надо понимать, что у нас мало. Когда назначать БРК-2 тест? Когда пациент еврей, там проще сделать, чем думать, потому что этот тест очень простой. А в основном это так или иначе условно молодые пациенты. Ну, точка отсчета, наверное, лет 55. И когда опухоли необычно злокачественные. Ну, там, опять же, иногда, когда спрашивают, допустим, я говорю, хорошо, давайте, когда так все пока идет, вот если будет прогрессирование, то от отчаяния будем делать. Но это не классические раки простаты. Это не пожилые джентльмены, которые заболели в 78 лет. Речь идет все-таки о для начала более молодой возрастной категории. Снова совсем другое. Значит, вот тут как раз пример, когда, в общем-то, тест, может, и есть, но я не очень понимаю, какая от него практическая разница. Если брать опухоли мочевого пузыря, то в них бывают мутации в другом гене репарации, соматические мутации, RCC-2. И, соответственно, действительно установлено, что эти мутации, если инактивирован ген, они коррелируют с ответом на препараты платины. Но я так понимаю, что это и так более или менее стандартная терапия. То есть назначать или отказывать на основе подобных мутаций, я не очень в этом ориентирован. Но мне кажется, что это все-таки вещи не очень востребованные. Второй тест, тоже тест непростой, потому что эти мутации, они расположены на довольно большом участке ДНК. Это все, по-видимому, со временем станет более доступным. Но так как здесь нет большого выбора методов лечения, ну, насколько я, по крайней мере, понимаю, то мне кажется, что здесь на сегодняшний день клиническая мудрость говорит о том, что лучше попробовать лечение, чем делать тесты. Но все-таки те, кто этим занимаются, может быть, со мной поспорят. Я здесь не очень компетентен. Иммунотерапия. Иммунотерапия применяется при уротелиальном раке. И, опять же, там проблема, в общем-то, заключается в том, что иммунотерапия, с одной стороны, новые препараты зачастую – это единственный шанс как-то помочь пациенту. С другой стороны, у многих они не работают. Там бывают необычные побочные эффекты, причем очень опасные. И самое главное, там есть определенный риск гиперпрогрессирования, когда вы хотите вылечить, а вместо этого это приводит к ускорению опухоли. Поэтому здесь попытки найти какие-то маркеры прогноза, они приветствуются. Ну вот как раз пример маркера, когда, в общем-то, идея более или менее правильная, но реализовывать на сегодняшний день ее пока не получается. Совокупная мутационная нагрузка. Чем больше в опухоли мутаций, тем больше в ней антигенах, тем более она иммуногенная. Для того, чтобы определить совокупную мутационную нагрузку, необходимо сделать секвенирование всего кодирующей части генома, это называется экзом, или, по крайней мере, существенной части. Этот тест неоправданно дорогой. Он всегда занимает много времени. На сегодняшний день так. Будем надеяться, что ситуация улучшится. Это как раз тот пример, когда лучше дать пациенту препарат, чем на вот эти ресурсы тратить на проведение теста, потому что это абсолютно сопоставимые порядки, грубо говоря. Эти слайды уже более или менее видели, но все-таки про это надо сказать, потому что что такое альтернативный сплайсинг? Дело в том, что у нас гены, они читаются неподряд, они состоят из определенных фрагментов. И это тоже регуляция работы генома, когда у вас из этой мозаики могут собираться разные комбинации. Какой механизм приобретенной резистентности контрагенного абляции, это когда у вас в результате альтернативного сплайсинга вместо такого рецептора появляется такой рецептор. Ну, понимаете, то есть исходная матрица у нас такая же, просто у нас набор фрагментов стал немножко другим. И вот этот новый рецептор, это называется сплайс изоформа, она не нуждается в андрогенной стимуляции, это рецептор, который активен сам по себе. Ну, соответственно, вообще-то это на самом-то деле с точки зрения клиники может в перспективе оказаться важным тестом. Значит, посмотрите, идея такая. Вот у пациента прогрессирование на первой линии андрогенной абляции, что делать дальше? Может быть сценарий, что если мы поменяем препарат из того же ряда, то чувствительность восстановится, там же разные механизмы есть. А может оказаться, что это действительно уже рецептор, который резистентный ко всему, то есть это выбор между следующей линией эндокринной терапии и между назначением токсанов. Проблема здесь заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев, ну, не в подавляющем, опять же, во многих случаях, ткань простаты, реобиопсия, не очень пригодна для исследования, потому что это очень часто костные метастазы в основном. Соответственно, здесь пытаются что делать? Берут анализ крови, из крови при помощи специальных антител выделяют клетки эпителия, то есть обогащение производят, и уже в этих клетках выполняют анализ сплайс-изоформы. То есть, в общем-то, это тест, который, опять же, если честно, он сложный, он малодоступный. С реобиопсией работает намного проще, на самом деле. Ну, что существенно, опять же, действительно, это демонстрация того, что действительно эта сплайс-изоформа, она влияет на резистентность последующей эндокринной терапии, но при этом не влияет на чувствительность токсаном, то есть так или иначе позиционируется это как тоже тест-переключатель. Следующая линия терапии, выбор между эндокринной терапией и химиотерапией. Опять же, я не очень понимаю клинические аспекты проблемы, потому что одно время говорили, что это очень важно, как можно дольше находиться на эндокринной терапии, пусть это разные линии. Я знаю, что здесь тенденции и моды меняются. Все зависит еще, конечно, от того, речь идет о препаратах, которые имеют информационную поддержку со стороны производителей или нет. Это тоже несомненный фактор на самом-то деле. Пупиллярная карцинома почки. Там бывает активация геномет. Приличный процент случаев, 7%, если я правильно помню. Это нарушение хорошо тем, что здесь есть ингибитор кризис и нипы, при этом это, в общем-то, тот препарат, который более или менее сейчас стал доступен, по крайней мере, для больных раком легкого он есть. И поэтому, если капиллярная карцинома почки, то оправдано делать тест на активацию геномет, потому что действительно у какого-то процента больных это может привести к очень хорошему ответу на лечение. Это как раз пример теста, который, в общем, заслуживает того, чтобы его использовали в клинической практике. Ну и последний слайд. Мы увлекались 10 лет назад мутацией в гене ИГФР, потому что тогда это только появилось. И опять же, здесь доступные препараты. Мы показали много лет назад, что примерно 1,5% светлоклеточных карцинома почки содержат эту мутацию. Она вообще характерна для рака легких. И здесь следует ожидать ответ на ИГФР-ингибитор, гифитинип и прочее. Ну, опять же, назначать этот тест, я вам честно скажу, когда мы исследовали, мы 1,5% таких пациентов видели, мы их собирали по всей стране. С тех пор эпизодически, когда там попадают светлоклеточные карциномы, этот тест делают, вот такой рутинный диагностик, чтобы кто-то направил. Там было-то анализов, может быть, 10-15, я и не мог их увидеть. Но я ни разу ни одного такого нового пациента не получил. Поэтому тут я от рекомендации воздержусь. А вот если говорить про выводы, если есть папиллярные карциномы почки, вот, наверное, тест на мутацию геномета, активацию, мне представляется из всего, что я рассказал, одним из самых оправданных. Ну, помимо, разумеется, мутации в гене БРК-2 у не очень пожилых пациентов с агрессивным раком простаты. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста, вопросов, Евгений Игнаулович. Пока народ думает. Можно, да? Мы потребители, я имею в виду урологи, да, онкологи. Мы ждем, что от вас тест, да? Ждем, когда вы появитесь, грубо говоря, в истории болезни уже. Как вы думаете, скоро это будет хотя бы близко? Это уже произошло, потому что, пожалуйста, Александр Константинович нам направляет пациентр на пациентр. Нет, официально, официально, чтобы вы были, как в Америке, они издали АТЛАС, им все пользуются, да, геномный АТЛАС? Нет, я не понимаю, о чем идет речь. Я вот возглавляю лабораторию генетики, которая является клиническим подразделением, к нам направляют пациентов с направлением, мы даем результаты, эти результаты вклеиваются в историю болезни. У нас это есть. Но это у вас в исследовательском институте. Это клиническая часть института. У нас есть исследовательская часть института, так называемый научный штат, который занимается наукой. У нас есть рутинная клиническая практика. И у нас примерно две трети подразделений, включая урологическое, регулярно к нам направляют больных. И мы также регулярно делаем тесты там, где они оправданы, возвращаем ответы, и они вклеиваются в историю болезни. Александр Константинович. Я его потом попытаюсь, я знаю, вы спешите, я вам еще один вопрос задам. Нет, можно сейчас, почему? Ничего не скажем. По этому вопросу могу ответить. Пожалуйста. Я могу ответить словами Евгения Наумовича, что инновации, они на то инновации, что они предшествуют всем стандартам и всем тем рекомендациям, которые у нас есть. На самом деле вопрос в том, насколько юридически это оправданно. Стоп, 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 стоп. Давайте мы не будем спускаться до уровня совсем уж глупостей. Во-первых, у нас слова стандарта нет, и слово рекомендации само по себе это рекомендуется. Но вы меня простите, но вы учились в институте, клятва Гиппократа была. Но на сегодняшний день любому юристу вы докажете, что если вы делаете оправданный тест, тем более он и не интервенционный, но по сути дела нет проблем, это абсолютно легитимные вещи. Вы мне будете говорить, что БРК-диагностики у нас нет легитимной в стране? Нет, БРК есть, но она не везде легитимная. Это все разруха в головах Александра Константиновича. Совершенно согласен. Не надо ругать закон. В законе нигде не прописано, что мы не должны делать БРК-диагностику. Да, это должна быть сертифицированная лаборатория. А кто нас сертифицировал? Росздравнадзор, лаборатория, молекулярные... Мы можем делать диагностику, но при этом нет ни одного стандарта, где бы было прописано, что мы можем лечить с эсплатином больных раком предстательной железы. Я вам могу рассказать историю. Нет, на то есть консилиум. Причем консилиум не только в исследовательском институте. Я вас уверяю, закон это не запрещает. Это называется лечение по жизненным показаниям. Если есть консилиум, если есть аргументы, если не поленились на пациента несколько человек потратить по часу, чтобы написать, что это будет, это юридически абсолютно чистый случай. Вот операции неоправданные тут уже сложнее. А вот эти, когда оправданная терапия со ссылкой на источники, так работает весь мир, и у нас это не запрещается. Просто кто-то хочет так работать, а кто-то нет. Вот и все. Если все правильно оформлено. Другое дело, если вы назначили цисплатин, не созвав консилиум, а просто не написав это, не потратив время на то, чтобы этот случай правильно представить, тогда, конечно, потому что это все-таки выходит за какие-то общепринятые, если не стандарты, ну, по крайней мере, стереотипы, так скажем. Но у нас нет законодательного ограничения. И я это вижу реально, потому что с нами тогда консультируются региональные диспансеры, они просят предоставить разъяснения, мы их предоставляем, они выставляют их страховым компаниям, страховые компании принимают это. На самом деле большое спасибо за вот эту финальную, наверное, часть Евгения Ивановича, потому что попытки всегда доказать на сегодня клиницистам, что абсолютное большинство проблем решаемо, решаемо консилиумом, разбиваются о глухую стену. И если это понимают те, кто занимается наукой и занимается достаточно серьезными такими исследованиями, пора уже клиницистам это понимать, что и не просто так мы создали сегодняшнюю сессию, потому что это сегодня уже в нашей клинической практике. А то, что мы пытаемся работать по бумажке и по учебнику, это просто наш низкий уровень профессиональный. Еще раз говорю, все можно действительно обосновать. И подумай, а зачем нас Росздравнадзор, орган, который мы все боимся, сертифицировал на лабораторную генетику? Если мы такие экспериментальные, то как нас можно сертифицировать? Значит, наверное, это тоже о чем-то говорит, если мы сертифицированный сервис именно по этому направлению. Есть вопросы, пожалуйста, еще попытаться. С удовольствием. Да, да, да. Скажите, вот опять же, глядя на повестку, исследования там такие-то, там такие-то, там изучают этот тест. Скажите, ну клиницисты у нас интеграция идет в чем? Клинические исследования по методу такого-то, влечения такое-то. Нет, дело в том, что клинические исследования пригодны, когда у вас есть стандарт лечения и когда у вас есть большая группа пациентов. Я приведу охотничий рассказ из другой области, но чтобы понимали, как это делается. Мы видели пациента несколько лет назад, у которого рак желчного пузыря, совсем неизлечимая опухоль. И там бироавмутация. Понимаешь, там бироавмутация, мы применили, зная, что это желудочно-кишечный тракт, мы применили комбинацию препаратов, которые считали нужным. Достигли полного ответа опухоль, это единственный случай. И эту статью приняли к публикации, потому что много таких пациентов не будет никогда. Спустя год я получаю письмо от американского врача, он говорит, здравствуйте, я въездил вашу работу. Я вижу, что полный ответ, сколько времени он длится? 12 месяцев. Большое спасибо за ваш ответ, мне это достаточно для того, чтобы перестраховкой обосновать лечение. По целому ряду позиций, где вот этот индивидуальный мутационный мутации, никогда не будет клинических испытаний, и бессмысленно их ждать. Да, это и называется персонализированная медицина, когда есть определенные случаи, которые лечатся по здравому смыслу, по медицинскому. И да, несомненно, много говорят о том, что нужно пошреть, чтобы эти случаи презентовались в медицинской общественности, чтобы набирать какую-то статистику. Но в одних руках вы никогда не соберете критическую массу пациентов, по целому ряду позиций, о которых я рассказываю. Да, но часть второго вопроса, просто я не успел задать, вы уже начали отвечать, спасибо. Суть в чем, а в интеграции исследований в клиники Белоруссии, Новосибирска изучают один и тот же тест. Какая-то интеграция направлений, сейчас это модно, но это дорогостоящее, это трудно интерпретировать, небольшой материал. Я понимаю, запретить нельзя, но я говорил о том, что клиникалтрайл – это все-таки какое-то направление. Здесь направления какие-то задаются в нашей стране или нет? Ну, исследования же делают люди, у каждого человека свои интересы, и мы вправе это уважать. Если появляет желание интегрироваться, так мы все сотрудничаем между собой, но это вещи, они делаются снизу, а не сверху. Так устроена исследовательская и медицинская наукой, честно говоря, я не вижу тут каких-то проблем. То есть то, что делают, допустим, с жидкостной биопсией, очень важные работы, они тоже очень имеют большое значение. Они нормально, хорошо очень делаются, к ним нет, и они тоже, ну, в какой-то степени самодостаточны, потому что все, что им надо, идут к ним навстречу, и все есть. Спасибо. Лев Михайлович, пожалуйста. По-моему, когда говорили о почке, это спорадические соматические. Да, спорадические, соматическая мутация, папиллярная карцинома почки, более редкая разновидность, чем светлоклеточная. Я некомпетентен, чтобы ответить. Я какую-то другую заболевание помню с germline mutation, геномет, но я забыл название. Я не сам могу дополнить. Было исследование по этому попелеру, но очень частота даже была ниже его, чем вы привели 7 или 10 процентов, поэтому его и закрыли, так сказать. Да, да. Я думаю, поблагодарить. Геномич, спасибо большое. Спасибо.